здравствуйте друзья за свою продолжительную практику часто отвечал просьбы клиентов сделать арку очень много демонтирует кухонную дверь просят сделать арку демонтируя дверь мы расширяем проем за счет толщины дверной коробки увеличится где-то сантиметров на 6 на 8 да у нас проход в итоге вот и просят сделать арку я делаю такие арки потом объясню свой способ до этого еще на заре своей чего так трудовой деятельности в области ремонта квартир приходя в гости к знакомым обращал внимание что сделаны арки но тут же в глаза в глаза бросались недостатки что я видел да ну вроде арка все красиво но сам овал да да ну неважно такой как угрозы криволинейная поверхность таки ступеньками первый взгляд вроде нормально присматриваешься на неровные ступенечками таки не идет я начал анализировать почему это получается сразу хочу отметить это касается может быть неопытности работника выполняющего до такой работе потом наблюдал как это делается значит делалось это как один из вариантов брали профиль металлопрофиль для гипсокартона делались пролези ножницами по металлу вся эта конструкция загибалась более-менее равномерно ну я щас покажу что побыстрее понятно было все это крепилось образовались вот эти вот ступеньки да когда мы загибаем хордами все идет потом сюда прикручивается полоска гипрока она тоже повторяет всю эту категорию потом то шпаклюется выводится ну идеально ее четкую геометрическую форму идеальную ровно придать не у многих это получалось мастеров хочу еще раз отметить уважающие мастера делают стараются делать все ровно что касается моего варианта первый раз когда я делал арку у себя в квартире также убрал кухонную дверь демонтировал начал думать как сделать арку ровно быстро из подручных материалов мне остался обрезки гипрока оставались там брус я попробовал у меня получилось и уже изготовлено великое множество по такой технологии арок временем проверено надежно никаких трещин в итоге никакой кривизны и отслоения чего-то все шикарно поверьте мне встреча как я поступал я взял кусок гипрока думал как бы сделать здесь арку гипрок этот надо как-то закрепить чтобы он был продолжением стены ну и соответственно вырезается ну как закрепить само собой напрашивается сюда надо какие-то прикрутить планки металлические деревянные у меня дома был брус на лоджи много было брус по верху я пускал целиковый брус крепил отступая внутрь проема на толщину гипрока толщина гипрока 12 с половиной миллиметров можно два бруса пустить если стена широкая можно один широкий лучше 2 выбираем конфигурацию арки какая она будет классическая просто закругление но дело не в этом я рассказывал принцип верхнюю часть мы закрепим к брусу эту часть стоечную как закрепить тоже надо короткий брус сюда поставить тоже все есть далее как у нас пойдет переход к стене запад лицо потом со стеной соединять не очень технологично не очень удобно я что делаю когда мы определились с конфигурации нашей арки допустим середина отсюда идет вот такое закругление да вот так стык делаем не на краю гипрока отступаем 15 миллиметров 12 с половиной метров толщина гипрока мы выходим на 15 минут почему это надо объясняют насколько я сталкивался из практики встречаются дома панельные дома когда демонтируем дверную коробку проем в отлитой панели оставшиеся не имеет прямоугольной формы стена и проем для удобства отливания на домоходительных кабинатах проем скошен ну чтоб панели с формы легко было доставать но мы же не будем делать проход арки косой для этого мы сюда крепим еще один брус который стыкуется с верхней частью для этого вот и нужен отступ 15 миллиметров чтобы стыковалось с вертикальной частью арки и 5 метров на допуске потом это все сточет когда мы выбрали необходимую нам линию устраивающую линию арки переносим на стену край среза возникает вопрос как ровно выпилить эту линию все очень просто кладем нашу заготовку на пол берем нитку веревку в одну руку сейчас возьму что-нибудь близко подходящие наушники попались до рядом все на входу и импровизируем привязываем один конец нашей нитки веревки проволочины карандашу нужен для помощи второй человек ищем точку радиуса и проводим максимальную часть нашли и ведем линию ровная линия получилось как отрезается можно отрезать лезвием сломать сделать пропилы прорезать лезвием наломать проще ровнее быстрее не поленить возьмите лобзик лобзиком проведете эту линию отрежете эту часть не будет у вас когда не имея опыта работы с гипсокартоном никаких надломов школах все будет ровно быстро и просто сейчас я делаю все это грубо мне чтоб показать вам да чтоб наглядно можно взять пилку по гипропу старую какую-то нашел можно это пилкой по гипропу если нет лобзика только обращать внимание чтобы на узкой части у нас ничего не сломалась проверяем чтобы стул не распилить нужная часть детали всегда находится слева от инструмента которым режем дальше я не буду резать ровно это я так для примера просто показать как это работать прошу прощения за причиненные неудобства так работать нельзя все должно быть ровно и аккуратно вот у нас есть одна готовая деталь для для симметрии да вот допустим вот так вот половинку делаем надо сюда закрепить линию отмечен сюда крепим брус и сюда участок бруса 3 там в зависимости от того какая конструкция деревянная бетон здесь или металлопрофиль выбираем соответствующий крепежный материал я буду рассказывать на примере одного сегмента еще второй вариант как сделать ровную деталь нашу ровный край арки можно сделать шаблон из картона вырезать две заготовки с одной стороны которая крепится и с другой стороны я рекомендую сделать сначала с одной стороны уже закрепить необходимую деталь на примере я покажу только вот сегмент возьму как крепить вот у нас я находуюсь получил материала чтобы вам показать объяснить закрепление две детали которым будем крепить одну часть нашей арки неважно что это брус металлопрофиль вырезали ее запасом естественно линию реза делаем запасами миллиметра 23 теперь саморезами крепим форму из гипсокартона крепим к тому профиле который получился я просто на одном сегменте показываю как это сделать вот мы закрепили лицевую часть далее берем брусок с наждачной бумагой специальный рубанок по гипсокартону и уже по ровной линии которая нарисована обрабатываем эту поверхность этой линии которую хотим оставить добиваемся идеально ровной линии далее что делаем вырезаем прямоугольник гипсокартона прикладываем с обратной стороны и нам надо перенести линию реза на вторую часть если сделать две одинаковые части заранее то велика вероятность смещения по вертикали или по горизонтали когда будем крепить с обратной стороны как я делаю я временно креплю на пару саморезов с той стороны лист прямоугольной формы проверяю его вертикальность по уровню прикладываю угольник и переношу точки нашего среза уже прикрученные детали на вторую сторону берем угольник и переносим точки крепления потом когда мы это снимем на ровную поверхность точки соединяем и также отрезаем запасом миллиметра 3-4 лобзиком лезвием ножовкой обыкновенной пилки по гипропа что есть под рукой когда мы это обрежем прикручиваем уже аналогичным образом нашу деталь с обратной стороны арки когда у нас прикручены формы наши арки до заданной с двух сторон необходимо выровнять линии реза идеально сделать ровно в зависимости от конфигурации используем соответствующий инструмент что у нас всегда есть коль скоро у нас ремонт у нас всегда есть в руках терка с наждачкой берется и выравнивается чтобы не было никаких перекосов подчистили отошли от арки метра на два если позволяет площадь помещения встали там на стул на табуретку на стремянку проверили визуально на предмет кривизны если где-то что-то не так всегда можно подточить для этого я и говорил что сначала проводим ровную линию при помощи импровизированного импровизированного циркуля и уже до этой линии с запасом от пилинги проб до этой линии обтачиваем гипсокартон далее это я расскажу как я первый раз в жизни много-много лет назад делаю себя арку не имея никакого опыта работы с гипсокартоном вовсе без понятия был как это можно было сделать первый раз в жизни с этого в общем-то я и начинал с установки двери знакомым и вот арку потому себя придумывал маленькое вступление по такой технологии сделано большое количество арок и вы не поверите еще ни одной рекламации нет где что-то не так чем делал конфигурацию различную вот ладно теперь возвращаемся к нашей арке после того как мы закрепили саморезами обе части свода арки выровняли идеально по нашему по линии отреза задали нужную конфигурацию все проверили угольником для предмет совпадения вертикальность по уровню прикладываем угольник две точки касания есть эта часть гипроку приложена вертикально эта точка касания и эта точка касания угольника гипроку должно быть четкое прилегание такого что что-то меняется если где-то что-то неровно мечтать участок подточить это очень важно если это не проверить кто в результате окончания изготовления очень четко будет бросаться в глаза вся эта кривизна чем больше его внимание уделите правильности геометрии фигурации тем лучше это будет выглядеть в итоге и так мы закрепили два элемента свода арки как заполнить это пространство это пространство можно заполнить монтажной пеной дело то что пены при расширении задают большую нагрузку на гипрок велика вероятность зависимости от площади гипроком где-то что-то отогнется и вот эта поверхность у нас может быть неровные это если нет навыка работы с монтажной пеной кстати насчет монтажной пены был свидетелем купил человек монтажную пену но не без пистолета просто баллончик с трубочкой с кнопкой поставил прихожей игру уберите а то велика вероятность что вы нажмете и все это пена там уже не остановить процесс вот нет нет ничего дальше что происходит он наклоняется расшнуровать ботинок и попой садиться на кнопку пены нет все брюки в пене весь пол обои венолеум плентуса все в пене просто случай жизни у кого нет опыта обращения с монтажной пеной лучше поэкспериментировать сначала на отдельных поверхности где-то в стороне которую не жалко выбросить привыкнуть насколько надо открыть вентиль сколько пена как равно как работает это все потренировались что говорится на кошечках а потом делаем уже здесь значит возвращаемся это это пространство можно дуть монтажной пеной недостаток в чем надо ждать когда она высохнет потом эту пену срезать и не забыть оставить свободное пространство между краем гипрока и монтажной пены где-то сантиметр полтора это очень долгий процесс вырезать выковыривать делюсь опытом как я делал это у себя первого жизни вообще не знаю как арки делаются это мой первый опыт работы с гипроком был это было очень много лет назад что я делал я нарезал что было под рукой полоски пенопласта упаковка от холодильника что мне первое пришло на ум взял упаковку от холодильника пенопласт нарезал кусочки пенопласта и вот вставлял их туда чтобы они плотно вставлялись можно вставить до конца полностью еще 2 там вторую часть пенопласта да вот так вот заполнял все это пространство потом у меня возник вопрос я заранее узнал что это надо за что-то штукатурить как какую штукатурку коль скоро это гипсокартон я походил по магазину спросил вообще еще без понятия был строительстве никаких навыков не было мне посоветовали гипсовую штукатурку возьмите она крепкая прочная хорошая дизель прилипания соединение с другими поверхностями я купил штукатурку гипсовую на гипсовой основе кто начал думать у нас пенопласт не прилипнет гипроку прилипнет согласен от пенопласту нет что я придумал я впрутил гвоздики саморезы пенопласт легко вкручивается да там таким образом все что под рукой было старые саморезы от разобранные мебели там доберем потом берем проволочную любую какая есть и обматываем нашу проволочку вокруг саморезов петлеобразных производим так называемое армирование придание прочности то есть у нас штукатурка будет связано в нашей проволокой до армирующий материал и не будет выпадать крошиться ломаться таким образом но сейчас я все это делаю в торопях главное чтобы вам было понятно вот пускай вот тогда допустим закрепили не обращайте внимание что там провалилась вы делаете плотно чтобы кусочки пенопласта вели плотно конечно все это предварительно загрунтована сейчас есть продажи грунт бета-контакт ну любой грунт с песком можно пройти кисточкой грунтом с песком особенно по пенопласту то есть круть высыхает на поверхности пенопласта образуете песок что улучшает адгезию потом берем гипсовую штукатурку и закладываем нашел от проволочина выпала но это терапия допустим она там закреплена берем нашу гипсовую штукатурку и закладываем образовавшиеся пустоты проволока армирует все это дело там у нас все закрутовали предварительно гипрок инопласт еще заполнили все наши пустоты берем шпатель пошире края гипрока выполняет роль маячка берем шпатель и излишки штукатурки убираем немножко подсохла там минут через 20-30 до пока она еще свежие пластичные немножко она выпуклой становится через 20-30 минут когда начинается процесс так называемый схватывание она становится менее пластичный еще раз шпателем снимаем излишки ну для того чтобы потом легче было чистить все-таки она гипсовая крепкую а на следующий день после того как гипсовая штукатурка окончательно высохла это можно определить она меняет цвет не высохшие участки более темного мокрого цвета высохшие светлый цвет можно проверить там ножичком посмотреть да может было в зависимости от толщины слоя больше времени надо чтобы берем терку наждачной бумагой закупленную на терке и вот такими движениями снимаем излишки нашей штукатурки по нашим так сказать маячковым краям свода арки все это мы зачищаем обеспыливаем грунтуем и проделываем ту же самую операцию то есть шпаклюем разводим полимерную шпаклевку витамин или аналоги шпаклюем также потом после высыхания зачищаем и все наша поверхность готова к окончательной отделки что окончательная отделка какие варианты могут быть покраска любимыми видами краски поклейка обои пленка самоклеющийся как душа ляжет спросите как защитить края ведь во время шпаклевки зашкурами где-то будет школа продажи имеются специальные арочные уголки что такое арочный уголок это гибкий уголок гнется за счет чего что одна стенка уголка допустим миллиметров 12 а вторая стенка уголка там два три миллиметра что позволяет арочный уголок согнуть наносится клей на уголок приклеивается малярным скотчем фиксируется в зависимости от того какой клей используете от этого зависит быстрота высыхания я обычно использую экспресс-декор который для плинтусов течение получаса он все приклеивается потом малярный скотч убираем и арка облагорожена насчет цвета арочных уголков цветовая гамма старочных уголков очень обширная то есть легко подобрать в цвет дверей которые расположены допустим в смежных помещений в соседних цвет обоев там в цвет краски в цвет плинтусов и так далее арочный уголок выполняет двойную функцию роль угла защитного профиля то есть когда вы ходите там несете что-то не повредите арку угол арки и придают завершенность выполненные работы хочу отметить по такому принципу арки стоят прочные надежно и что самое главное человек не имеющий опыта и навыков работы с гипсокартоном может сделать эту конструкцию арки ровно вот один из вариантов изготовления арки по этой технологии потолки три с половиной метра два большие коридора ничем как бы там не разделенных да там такой большой коридор надо было помещение прихожую разделить от коридора ведущего в комнаты мы сделали две полуколонны вот такой вот арку по этой же технологии лист гипсокартона с одной стороны с другой заполнили пространство только поль скоро здесь ширина стены где-то порядка там полметра я закрепил гипсокартон вместо пенопласта как сейчас показывал только что на маленьком участке там был закреплен гипсокартон также углублен за край а дальше все это было заполнено той же самой гипсовой штукатуркой шпаклевка последующем также все выровнены по угольнику вот вторая арка уже коридор который ведет на кухне другая форма полукруглая здесь тоже был набран из горизонтальных полосок поперечных гипсокартоном с углублением за край нашей формы и также заполнено все штукатурой смесью гипсовой поток финишной шпаклевкой под покраску но все это было согласовано с клиентом предложены ему разные варианты они сошлись на самым простом самым дешевым самым надежным способом вариантов облагородить масса всегда надо искать компромисс согласия с клиентом требования заказчика желание заказчика закон был просто один общий коридор который вел на кухню вторая часть коридора по комнатам мы сделали некоторые разделения по зонам зону коридоров кухню отделили такой аркой как заказчик пожелал зону коридора в жилые помещения там кресло в холле стоит отделили арты другой конфигурации молдинг с подсветкой светодиодный так как захотел клиент порой люди она смотрится в интернете различных фотографий журналов наберут и уже мне предлагает хотим вот такой элемент сюда дизайна воплотить жизнь в комнате сюда хотим вот такой элемент дизайна мне просто показывает что они хотели я уже смотрю на месте реально это сделать нереально если на мой взгляд что-то не будет с чем-то сочетаться я объясняю все это ну по-любому я делаю так как хочет заказчик но тем не менее считаю своим долгом предупредить его о всех плюсах и минусах учитывая имеющиеся у меня наработку опыта и отзыва клиентов ну на этом все все что мог подсказал желаю успеха принимаю любые вопросы пожелания с удовольствием помогу подскажу и с удовольствием воспользуюсь вашими подсказками